Здарова народ, всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets и сегодня мы разбираем по косточкам и смотрим на что же реально способен новый потенциальный хит от компании Xiaomi под названием Redmi 9 в большинстве популярных игр и стоит ли его покупать, если вы подбираете оптимальную машину для гейминга на каждый день. Аппарат получил вполне неплохое, однако спорно, учитывая высокое разрешение крана железа и шикарную баночку на 5000 мАч, ну а что же из этого вышло, сейчас мы с вами и узнаем. Ну а если данное видео берет 2000 лайков, я сделаю эпичную битву всей новой 9 линейки. Начинаем мы по сложившейся традиции с 9 асфальта без локфпс, и тут кстати неожиданно даже на ультрах смартфон показал себя достойно, не 60 фпс конечно, но в целом игралось более-менее комфортно. Правда иногда все же может проскочить и микрофрезец. Кстати к этому телефону можно получить гарнитуру практически бесплатно, как? Да очень просто, выбираем например эти наушники, добавляем товар в корзину, нажимаем оплатить и вводим промокод, который я оставил в описании. И вот эти без того дешевые наушники выходят нам практически бесплатно, ну согласитесь, профит налицо. Кстати данный промокод действует не только на эти наушники, но и на абсолютно любой другой товар с Алиэкспресс, так что при желании можно потратить его вообще на все что угодно. Однако этот купон действует только для новых пользователей Алиэкспресс, так что регистрируем своих друзей, братьев, сестер, дедушек, бабушек и вперед. Ну а для вас в описании под этим видео я составил новую интересную подборку с крутыми гаджетами и товарами, которые благодаря этой самой скидке можно получить вообще чуть ли не бесплатно. Я сам пользуюсь данной фичей, поэтому советую и вам. Ну а мы продолжаем. Далее идет Real Racing 3 и тут откровенно говоря смартфон хоть и показал неплохой фпс, но все же от этой игры ждешь стабильную шестидесятку. Но нет, однако повторюсь, игралось вполне комфортно. Gear Club настройки графики на максимум и вот тут понеслась. К сожалению, наш герой не в силах обеспечить 30 кадров, не то что 60, так еще и сам геймплей сильно теряет в отзывчивости и катать крайне неприятно. Хотя если стиснуть зубы, поиграть конечно же можно, а вот Грит Автоспорт запускаться не захотел от слова совсем. Правда ждать от G80 стабильного фпс в нем тоже не стоит. CarX Drift Racing 2 на максималках тоже частенько проседает, особенно если много дымить. Ну а в этой игре по-другому и не получится, так что советую спуститься к средним настройкам, что даст около 20% производительности. CSR 2 запускается автоматом на низких и за счет чего позволяет выжать стабильные консольные 30 фпс, но в целом на геймплей мыльцо особо не сказывается. А вот Dead Effect 2 снова ставит нашего героя на колени и калечит его просадками до 23 фпс в паре с статорами и микрофризами, так что на ультрах тут уж точно не поиграешь. Ну а на средних смело накидываем еще около 15 фпс и выдыхаем. Ну а в НТЗД 2 лучше сразу ставить средний. И так на максималках игра превращается в лютейшее слайдшоу. Ну и практически та же самая ситуация у нас и в Dead by Daylight. Но вот микрофризы, к сожалению, проскакивают практически на любых настройках графики. От них тут никуда не деться. Но подобное поведение встречается и на смартфонах с куда более мощным железом. Live Auto ведет себя немного стабильнее в плане фризов, чем ДБД, но вот фпс уж точно не радует. С натягом более-менее комфортно, можно поиграть только на средних настройках графики. Ну а великий и ужасный Shadowgun Legends наказывает нашего героя просто беспрекословно. На ультрах играть вообще невозможно. Иногда игра вообще может вылететь, а вот на низких в принципе все более-менее ок. На средних играть тоже не советую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот Last Island of Survival, откровенно говоря, удивила. Даже на максималках игра идет, можно сказать, просто отлично. Прям мистика. Просадки и фризы, конечно, проскакивают, но крайне редко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а Battle Prime, конечно, снова возвращает нас на землю и в среднем даже не может похвастаться тридцаткой, но это на ультрах, а на средних будет выдавать около сорока, а на низких под полкинник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Warface ситуация примерно такая же, но немного получше. Тут уже что-то на грани играбельности, хотя для динамичного шутера средние 35 кадров явно не показатель, так что снова спускаемся к средним. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На Modern Combat опять зеркалить ситуацию, и поиграть с комфортом можно только на низких настройках графики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот в Standoff и Critical Ops уже можно разгуляться на максималках, правда, всё же идеальным геймплеем не назовёшь, хотя просадки без счётчика FPS практически и вовсе не чувствуются. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот Free Fire оказалось пожёстче, но всё же на максималках более-менее играбельной. В консольные лимиты мы уложились, ну а сам геймплей был вполне отзывчив. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Колда, конечно, расстроила выбором настроек, так нашему герою доступны только низкие настройки и ограниченный FPS. Но зато отработал эти параметры Redmi 9 с достоинством геймплея, в целом можно было назвать комфортным, а вот FPS, конечно, можно было бы и не лочить для него, товарищи разработчики. ПАБДЮ доступен на высоких и при 30, а на средних и низких уже при 40, которые, в принципе, аппарат способен стабильно держать. Так что переживать тут не стоит, игра идёт нормально. Ну а чтобы лишний раз в этом убедиться, просто снимаем все локи FPS через стороннюю утилиту, и единственная загвоздка будет только на ультрах с принудительным Full HD+. Но это уже норма для данного аппарата. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Fortnite в целом лучше не запускать вообще ни на каких настройках, то есть просто как будто бы его и не существует в природе. Так, даже на самых низких, самыми низкими настройками разрешения, игра просто неимоверно лагает, фризит и проседает до 6 кадров. Ну а ARK тоже можно смело добавлять в этот список, так играть можно хоть как-то только в режиме тотального мыла. Mortal Kombat, кстати, тоже отличился и унизил нашего героя просадками Fatality до 16 FPS, хотя во время боя держался около 40, что приемлемо. Ну а просадки Fatality это норма для Mortal. Субтитры сделал DimaTorzok В PS2020 при максималках все более-менее комфортно, я ожидал худшего, но консольную 30-ку мы получили. А вот в Mobile Legends ситуация еще лучше, тут в целом играется комфортно и без особых фризов и подлагиваний. DailyNage повела себя крайне неадекватно и даже на максималках показывала более-менее комфортный FPS. Да, в замесах игра, конечно, будет фризить, но в целом я остался приятно удивлен, но играть все же лучше на средних. Но в Black Desert все стабильно, только средние и щепотка мыльца, в противном случае красивое четкое слайд-шоу, играть выше средних невозможно. Но GTA-шка порадовала, тут упираемся только в лимиты самой игры, хотя в настройках я их подключал, однако играется комфортно и без особых проблем. Ну и конечно же World of Tanks, свежий патч и тут в принципе все понятно без слов. Максимум, что можно надеяться, это средние настройки и топ я еще где-нибудь что-нибудь бы подкрутил, так на быстрых танках просадки до 40 FPS будут не очень приятны. Ну а про максималочки я вообще молчу. Что ж, в целом, как и следовало ждать, 9-ый Redmi к игровым решениям лучше не относить. Да, в некоторых играх он показал себя неплохо, но с подавляющим большинством он нормально справиться не смог. Нагрев аппарата, конечно, присутствует, девайс не холодный, но каким-то сильно заметным я его назвать не могу, как в целом и троттлинг, который оказался не сильно критичным. Что ж, вот и расплата за Full HD Plus экран, хотя в некоторых играх все же можно принудительно поставить разрешение поменьше, но все равно общая картина теперь стала понятна. Но вот хуже он или лучше своих ближайших конкурентов покажут наши сравнительные тесты, так что кто за, ставим лайки и пишем одобряющие комментарии прямиком под этим видео. И, разумеется, предлагаем свои варианты, с каким именно смартфоном вы бы хотели увидеть сравнение в ближайшем будущем. И, ребят, большущая к вам просьба, если хотите, чтобы я и дальше мог делать подобные тесты, пожалуйста, прокликайте по ссылке на приложение GameBench, ссылка будет в описании под этим роликом, это действительно очень важно. На этом все, всем спасибо за лайки, подписки и колокольчики, ну и, конечно же, до новых встреч!